В этой квартире-мастерской, что в Трёхпрудном переулке, вас не покидает ощущение присутствия. До сих пор здесь всё дышит её духами и туманами. Будто бы хозяйка уехала на съёмки и оставила ключи, чтобы присматривали за домом. Сегодня день памяти. Ровно 10 лет как не стала Людмила Гурченко, актрисой от бога, легендой. Она ушла, но и осталась навсегда. В многочисленных киноплёнках, эксклюзивных костюмах, голосе на звуковых дорожках и в уникальных фотографиях. И всё это в том числе благодаря мужу, верному другу, режиссёру и кинопродюсеру Сергею Сенину, который создал музей без какой-либо финансовой поддержки на добровольных началах. Это его признание в любви. Это его Люся. Образ за кадром в мельчайших подробностях быта. Сегодня у меня в гостях режиссёр и продюсер Сергей Сенин. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, я всегда начинаю программу с того, что вот как хорошо, что пришёл гость, и он сегодня мой герой. Но мой герой сегодня вовсе не Сергей Сенин. Я прошу прощения у вас, если вы на меня за это обидитесь, но я совершенно уверена, что нет. Мы сегодня хотим поговорить о совершенно блестящей актрисе 20 века, о Людмиле Гурченко, которая ваша жена. Даже я не хочу говорить «была». И мы сейчас посмотрим несколько цитат из фильмов, в которых снималась Людмила Марковна, ну просто для того, чтобы удовольствие получить в который раз. Ну нет, как же у меня есть контракт. Ку-ку. Завтра же я сама буду петь эту дурацкую оперету. Как же наш Париж, ку-ку. Вы мне надоели, майор. Ку-ку, ку-ку. Знаете, я ведь в сущности живу одна. В будни ничего, работа у меня ответственная, интересная, всё время чувствуешь себя нужной людям, понимаете, прекрасно. А вот в праздники плохо, никуда идти не хочется. Вот так едешь в трамвае, едешь и думаешь, ехать бы, ехать, и никуда не приезжать, представляете? Капочка просила вам сказать, чтобы вы с ней были посмелее. Ну? Она у нас очень рабка. Да вы ничего, не конфуститесь, у нас просто. Зойка, это жена моего отца. Я её всю жизнь ненавидела из-за мамы. А сейчас она переехала в госпиталь, устроилась уборщицей, привезла отца к себе, ухаживает за ним. Я ей говорю, может, мы тебе чем-нибудь поможем. А она нет, матом меня. Цела была, ни с кем не делилась, а это сейчас. Я тогда так обиделась, заплакала. Девушки, уймите вашу мать! Тихо. 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 Зараза! Людк! А, Людк! Деревня! Это, разумеется, малая толика фильмов, которые мы любим, и ролей, которые Людмила Гурченко сыграла. Но вот скажите, пожалуйста, где-нибудь, вот хотя бы из того, что сейчас мы посмотрели, она похожа на себя, на человека? Каким она была в такой жизни внеэкранно-блистательно-телевизионно-зрительно-волшебной? Вот из тех фрагментов, которые мы видели, вот «Пять вечеров» и «20 дней без войны», вот здесь, я думаю, что Люся вот ближе всего, может быть, не во всем, но ближе всего к своим героиням. Это точно. У вас есть какое-то воспоминание вот такое личное? В каком фильме вы ее увидели в первый раз? Конечно, есть. В первый раз я увидел ее в телевизионной программе «Песни войны». Это был или 80-е, или начало 80-х. Это «Золотой фонд», я считаю. Гинзбург, Евгения Гинзбург сняла эту программу, и она на меня, несмотря на мои совсем еще тогда юношеские годы, произвела на меня колоссальное впечатление. А что она пела? Она вытащила малоизвестные, она же их знала очень много, песен войны, малоизвестные в то время работы шатарные. И вы там ее увидели, да? Я увидел, и я просто тогда... Ну, произвело. Ну, и, конечно, в это же время я читал ее книгу «Мое взрослое детство». Да, вот она у меня есть, эта книжка. Она вышла в «Современники», по-моему, да? Она вышла в «Наш современник». В «Наш современник». В двух журналах. Я помню, как родители мои, как они ее читали. Вот я вам расскажу, то же самое было. Мне мама сказала, прочти, дали на два дня. Я взял с собой напару в институт, история КПСС, это всегда большая аудитория. И я взахлеб прочел просто, вот за мгновение. А она вам не рассказывала, как это писалось? Она в это время снималась в Сибириаде. У Кончаловского и Никита Сергеевич Михалков был ее партнером в этой картине. И съемочная группа, это какие-то уже посиделки, разговоры, встречи, общения. И она рассказывала о своем папе Люсе, о Марке Гавриловиче, которого сказать, что бесконечно любила, это ничего не сказать. И она рассказывала, это все было смешно, где-то трагично, где-то грустно. И Кончаловский сказал, напиши, Люся. Да я в школе сочинения списывала. Он приходил домой к Люси. Мама Люсина кормила его борщом. Ну, это из ее рассказов. И она начала потихонечку писать, 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 писать. Когда она написала, она отдала эту рукопись Сергею Михалкову, отцу. И долго не было ответа. Она уже переживала, естественно, подумала, что... Вдруг позвонил Никита Сергеевич и сказал, это бестселлер. Все, и тогда пошло. Ну, вот наш современник... И наш современник напечатал, да. Это напечатал, да. Так получилось, что Людмила Гурченко снималась в кино, которое вы продюсировали, да? Правильно я говорю? Да. Много лет спустя, с тех пор, как вы там первый раз ее увидели, прочитали «Мое взрослое детство». Это было не так много лет спустя. Это был 90-й год. Это было спустя 8 лет, после того, как я увидел... Но все равно это много. 8 лет много, Сергей, немало. Но я что хочу спросить... Да, сегодня для меня это много. Да. Какое она впечатление тогда на вас произвела? У меня, конечно, все тряслось. Но она настолько проста в общении, в быту, я не знаю, в повседневной жизни, что если ты не дурак и не идиот, и там, не наглец, не хам, то общаться не одно удовольствие. То есть она не обидчива, не высокомерна. Нет, она очень обидчива, но надо понимать, на что. Не обидчива, это неправильное слово. Она не любила дураков. Особенно если такое тоже случается в жизни, вы понимаете, да, и в профессии, когда, ну не будем называть дураками, не очень умные режиссеры, например, тоже встречается такое. Поэтому высокомерная никогда, очень скромная, тихая, спокойная. Но если дурак, или в компании, или на съемочной площадке, или в какой-то деятельности, потому что еще были и эстрадные площадки, и театральные площадки, тогда да. А в работе она была авантюристка? Легко решалась на новое, или неожиданное, или странное? Конечно, на новое, но это, наверное, больше относится к эстрадному жанру. Ну почему? К фотографии, потому что, например, вот Катя Рождественская, подруга моя близкая, рассказывала страшно интересно, как они делали... Я знаю, я присутствовал, да. Да, 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 как они делали... Она относилась к киноработе, к фотоработам, как к киноролю. Мини, но к кино. Может быть, поэтому так и получалось? Здорово. Ну, Катя и Аслан Ахмадов, и Сережа Зверевым были очень интересные вот такие фотоэксперименты. Аслан Ахмадов. Да, Асланчик, наш друг. Люся очень забавно готовилась к съемкам. Она абсолютно точно, досконально, до мелочей, до микронов понимала, как и из чего будет состоять съемка. Что она будет делать, как она будет выглядеть, какой длины должна быть стрелка, какой высоты должна быть бровь, какая должна быть прическа, какая должна быть брошь на платье и какими должны быть, там, я не знаю, шпильки в ее волосах. Все. Каждую мелочь она прекрасно понимала, знала как. К своему лицу она относилась, она часто об этом говорила. Она говорила, я как болванка, рисуй, что хочешь. То есть у нее не было вот этого ощущения, вот так вот я лучше, а вот так вот я хуже. Ее не интересовало никогда, красива ли она в кадре. Редкое качество, не то что для актрисы, для женщины это редкое качество. Ее не интересовало, красива ли я. Ее интересовало, есть ли в этом настоящая жизнь. Вот работает это как образ. Вот это для нее было наиважнейшим. Иногда она там что-то смотрела, и если что-то не надо, она говорит, здесь я фальшивая. Она прям говорила это. Здесь я фальшивая. Сергей, а вот скажите, пожалуйста, шпильки, стрелки, до миллиметра уложить волосы. Вот смотрите, ведь пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. И ее дело, вот именно там быть не фальшивой, быть искренней, быть интересной в кадре, но ведь это дело стилиста, визажиста, сапожника, как сделать ее внешность. Она и в это вмешивалась? Зачем? Ну, как вмешивалась? Она не вмешивалась, она сама себя прекрасно гримировала. Если грим не был таким специфическим уж совсем, да, как у Кати Рождественской, как у Аслана, который сам блестящий гример и стилист, как сегодня говорят. Но, например, в тех антрепризах театральных, которые мы много их достаточно сделали, она всегда себя гримировала. Она это просто умела. Ей было дано, как и сотворчество с художниками по костюму. Потому что она была, это малоизвестная штука, но она была такой же талантливой, как в профессиях своих, эстрада, кино, музыка и так далее. В том, что называется художник-модельер. Потому что гигантское количество костюмов, не только костюмов, аксессуаров, верхней одежды, меховой, например, сделано ей собственноручно. И художники по костюму обожали с ней работать, потому что она привносила мысль. Да, 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 мысль. И многие подхватывали, потому что, ну, вы знаете, бывает так тоже часто. Ну, сделали костюм, все, размер подошел, ну и хорошо. Ну и нормально. Но мысль. В гриме должна была быть мысль, в костюме должна была быть мысль. Если ты играешь, допустим, 20 дней без войны, ты не можешь надеть, извините, французское белье. Да, конечно, это я все понимаю. То есть, начиная от этого, все шло, 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 да. Например, фильм «Рецепт ее молодости». Вот то, что Аслан сейчас сказал, что, она как бы, Люсина фраза, да, рисуй, что хочешь, лицо никакое. Для актрисы это гениальное лицо, потому что рисуй, что хочешь. И вот в этой картине гениальный художник-гример Тамара Сергеевна Гайдукова, значит, перед съемками, она ей говорит, «Люся, вы должны убрать брови». Люся говорит, как? Уберите брови, вы должны завтра перейти на грим без бровей. Люся сбривает брови, ее не узнают, на мосфильм не пускают. И вот художник по гриму Тамара Сергеевна Гайдукова сказала, мы вам брови, потому что она прожила 300 лет героине. И мы сделаем вот так, а мы вот так брови сделаем. Она, ну, как бы, все, и сразу другое. И сразу актрисе играть легче. Вдруг понятно, что она не из мира сего, она какая-то вне сегодняшних дней. Да, да, да. И это, конечно, опыт работы с хорошими художниками по гриму, с хорошими художниками по костюму. И ее внутреннее понимание этого, оно дало и свои какие-то там плоды, не знаю. И когда уже, вот то, о чем Аслан говорил, это все-таки уже прошло время. И этот опыт, опыт от профессионалов и понимание таланта врожденной, который от Бога, наверное, иначе объяснить невозможно. Вот он дал такие свои результаты. Это был человек, вот говорят, пойдешь в разведку или нет. Сейчас вообще по пальцам одной руки с кем в разведку бы пошел? Ну, с ней можно было идти, это точно. Никогда не продавала, никогда не предавала. И в тяжелой ситуации помогала, если могла. И потом рот на замок. И все. Партнер удивительный. Вот может быть хороший артист, а партнер никакой. Понимаете? А зритель этого не видит. Нет, она работала на тебя, если тебя снимали, да? А уж в старых клячах у нас с ней была вообще такая антиженская история. Вот говорят, две подружки – это самые худшие враги, да? Мне нужно было при моей фактуре выглядеть в кадре на 20 лет моложе. Сложно сделать. И Люся придумала мне костюм. Вот что он из кусочков. Он режет же фигуру. Но мало того, что она придумала. И она приходила на каждую мою примерку и говорила, нет, неправильно вы сделали. Вот этот кусочек нужно переставить сюда. Насколько благородный и нормальный человек, да? Без всякой этой женской гадости, которая в очень многих женщинах живет. Да не дай бог, кому-то что-то будет лучше. Вот это Люсечка, да? Люсечка. Светлана Дороговская. Вот всем помогала. А что она в людях не любила, Сергей? Глупость, чванство, предательство. Вот у нее было как-то это гиперболизировано, понимаете? А что любила, что ценил? Тишину и покой. Дом. Дом с большой буквы. Дом, как... Можно назвать это норой, можно назвать это берлогой, можно назвать как это угодно, но это в хорошем смысле, понимаете? Дом, когда после тяжелых гастролей, после сложных съемок, после сложных концертов, ты возвращаешься, тишина, покой, кровать, которая проводилась 90% времени, да, где можно думать, сочинять танец в голове, сочинять музыку в голове, так далее. Вот это закрыть глаза, никого не видит, тихо, две собаки у нас маленьких, карлика. Она не любила всех этих, как, застолий, где очень многие артисты блещут именно в застольях, да. Она это не любила. Бывало редко, когда очень близкие друзья собирались, компания прекрасная тогда, это мог быть фейерверк. Не то, что она выкладывалась, да, а это шло изнутри. Вот когда хорошо на душе, все понимают, никто не смотрит с завистью или со злобой, или с какой-то такой, понимаете, да. Когда ты себя чувствуешь среди близких людей, и можно все, расслабиться. Ну и, конечно, предвкушение на работы. Музыка или кино, прежде всего. К театру она была, ну так, холодна достаточно, просто иногда жизнь заставляла этим заниматься. Но кино, роль, съемочная площадка, или запись студии, или концерт сольный, это вот это было другое счастье. Но чтобы этот небольшой временной отрезок счастья был полноценным, вот тоже был быть огромный кусок полного покоя. Полного покоя. И не растраты внутренних сил каких-то. А на Новый год кто приходил, Сергей? Какие традиции в семье существовали, в вашей? Мы любили отмечать дома, вдвоем. И когда это удавалось, мы были счастливы, потому что все. Готовил в основном я, конечно. Во-первых, я люблю, и я очень хорошо готовлю. Но у Люси тоже были свои вот такие фирменные штучки. Они у нее фирменные были не потому, что Новый год. Они могли быть и на завтрак, и на обед, и на ужин, и на Новый год. Ну то, что она любила, да. Да, это было два-три названия, но она их делала превосходно. Вот поэтому дома две собаки. Вот это был самый всегда лучший, лучшая новогодняя ночь. Там телек, чего-то идет, как обычно. Максим Аверин. Когда работали вместе, вот когда мы сочиняли наш бенефис, мы как вот, когда искра из двух вот магнитов высекается, вот это что-то было такое. Она шла на любой эксперимент. И это так круто, потому что, ну, кто-то там сидели как-то так, что это она целуется с мальчиком, с этим, что это за наряд, почему она как Леди Гага-то. А ей было наплевать, потому что она могла себе позволить этот эксперимент, вызов кидать в публике. Великая фраза. Она мне спросила, ну что, тебе уже плюют в спину? Я говорю, да, поплевывает. Он говорит, плюют в спину, это хорошо. Плюют в спину, значит, ты впереди. Вот в этом Люся. Сергей Михайлович, он просто, вот я считаю, продлил ее жизнь. Потому что она такая хрустальная. О ней надо было заботиться. Он был для нее и остается. И это удивительно, как он продолжает заботиться о ней. Как будто она вот здесь с нами. Что значит, вот в вашей семье, в вашей паре был момент, когда вот ей нужно готовиться к руле? То есть она... Надо было вести себя незаметно. Кровать любимая, сценарий, карандаш в руках. Вычеркивает, перечеркивает. Она вносила такие точные правки в работу, в работу сценарную. А соглашался сценарист? Ну, я вам один пример приведу и скажу. Вокзал для двоих. Когда она прочла сценарий, а потом во время работы от нее пошли очень деликатные не подсказки, не поправки, но о предложении. Как можно было бы это, потому что там такие достаточно сложные взаимоотношения персонажей. Вот Олега Валерьяновича и Люсина. Как это мотивировать? Как этому придать не такое... Не поверхностную такую штуку, а все-таки в глубину немножко уйти. Поэтому там не совсем комедия получилась в итоге. Такая мелодрама. И когда фильм был снят уже, и Эльдар Саныч позвонил Люсе и сказал, Люся, они обычно с Брагинским выпускали потом книжную версию фильма. Он говорит, можно мы в книжную версию уже вставим тот вариант, который вот уже с твоими правками. Была там еще одна интересная история, когда фильм был смонтирован, и где-то даже в музее у нас в квартире лежит это письмо, написанное Люсе Эльдар Санычу, о том, что она не согласна с созвучанием картины. Потому что вокзал для двоих. Есть двое, но есть еще третий герой есть. Вокзал. А он никак в этой версии не был подан. В книжной, да? Нет, в кино, в киноверсии. А в кино? Вокзал же он живет, там, тысячи людей. У него там свои какие-то там работают... Громкоговорители, свистки, грудки. Виски, какой-то вдруг диалог проскакивает случайно. Какой-то малый, кто-то по телефону там разговаривает. И Рязанов на месяц остановил фильм и по этому письму полностью переозвучил картину. То есть вот это все, что мы там слышим и что мы любим, придумал Огурченко? Да, чтобы сделать вокзал живым существом. Я слышу, это первый раз в жизни. Олег Басовашин. Я ее очень люблю как актрису, не обладая такой техникой, которая обладает она, кинотехникой. И я стеснялся. Не то сделал, не органично сделал, не нравится, как я себя веду, как-то не в своем, я, так сказать, не лечит мне это роль, мне казалось, такого героя. А потом как-то мы притерлись очень хорошо. Она замечательный человек, она фанатик. Вы подумайте, с сломанной ногой, с этими руками, которые искривлены этим артрозом или чем-то, пальцы, которые у нее как-то так. Выходит на сцену дива. А эти все штучки-дрючки с поднятием ножек в рите и так далее, все эти опереточные всякие партии. А как она поет песни о войне? Гениально. А вот если она бывала неправа, неважно в чем, в работе, в жизни, на съемочной площадке или наоборот с дочерью, она умела это признать, Сергей Михайлович? Умела. И тогда что она делала? Извинялась? Однажды даже передо мной изменилась. Это была редкость. Но если я понимал, что конфликт переходит некую грань, я всегда это старался успокоить. А у вас получалось? Получалось. Ну, не всегда. Могли подуться пару дней. Нет, это ясно. А если вот она должна была перед кем-то извиниться, она легко это делала? Или работа над собой должна была быть проведена? Я... Вот можете верить, можете не верить. Причем я к Люсе вот в таких... Знаю, что мог бы относиться достаточно беспристрастно, да, если бы такие ситуации. Я там за 18 лет нашей жизни не помню ни одной ситуации, при которой Люсе нужно было бы перед кем-то извиняться. Она была всегда настолько корректной и настолько выдержанной, и настолько... Но, опять же, не считая дураков. Если дурак ведется как дурак, вот, она могла достаточно грубо послать. Но это не требовало извинений по сути. А по форме извиняться, чего вдруг? Ну, послала и послала. Аслан Ахмадов еще раз. У Люси было невероятное качество уметь ждать. И это распространялось на все. Уметь ждать роль, уметь ждать нужное время, уметь годами ждать события, не расточая энергию. Никогда, ни разу... Я бывал множество раз в закулисье с Люсей, когда она была на съемочной площадке в кино, на съемочных площадках каких-то телевизионных передач, концертов. Очень часто случалось, что приходилось ждать. Все артисты начинали нервничать, говорить, ой, я сейчас опаздываю, а у меня через два часа самолет, и мне срочно надо. Люся молча сидела и ожидала своего выхода, что бы ни случилось. Было какое-то вот это вот внутреннее понимание того, что мне не важно, что сейчас вот здесь вокруг происходит, мне важно, что будет потом. И, пожалуй, только у Люси это было качество. не расплескивать себя. Однажды вдруг Люся не пришла на съемку. Ну, это нонсенс. Как так? Люся не пришла на съемку, но мы не спрашивали ничего. Эльдар Александрович быстро перестроился. Говорит, будем сегодня снимать вот это, вот это, вот это. И на следующий день, как ни в чем не бывало, в хорошем настроении, она никогда не демонстрировала, что ей там плохо или что-то, и она всегда ровная была, хорошее настроение, рабочее все. Сняли половину дня обед, она садится со мной, и в середине обеда она мне говорит, «Знаешь, я маму вчера похоронила. Ничего себе, похоронила маму. Но кричать, ах, у меня горе, ах, вы меня не понимаете, вам не понять, это мужество невероятного, конечно». Самое удивительное, что маму похоронили на Ваганьковском, рядом с папой, и там же на Ваганьковском кладбище в это время шли съемки Старых Ляч, большой эпизод. Это вообще... Какая-то мистика. Мистика. А мы после съемок мчались, значит, в больницу к маме. Люся не успевала сгримироваться. А там есть, значит, там диапазон от такой нищенки до королевы. До королевы. И вот вдруг в палату, и врачи некоторые думали, ну, Горченко сумасшедшая, могла бы в больницу к маме умирающей, а никогда нет возможности. Всем же все не объяснишь, к сожалению. А с дочкой почему они так и не помирились? Они же не помирились, да? Они, понимаете, они же как бы и не ссорились. Это не то, что была ссора. Это такая... Болезненная? Нет, не болезненная. Ну, она болезненная, безусловно. Это так долго рассказать. Я могу в двух словах тяжело, конечно. Ну, во-первых, Маша... Люся осталась Машей одна, совсем скоро после рождения Маши. Для актрисы, которой нужно сниматься, которой нужно ездить куда-то выступать в самые дальние уголки страны по тем временам. Ну, слава богу, на помощь приходили родители, папа с мамой. Да, но папа с мамой в Харькове. Это тоже тяжело, понимаете? Да, да. Потом все случилось. Люся перевезла родителей в Москву. Купила им квартиру. Три комнаты. Собственно, эта квартира досталась впоследствии Маше и ее мужу. Муж такой Машин, вот скажу, как есть. Серый кардинал, который никогда не появлялся, а вот так Машу. Это были огромные обиды. Обиды на Люсю, которая не умела доставать, ходить по протейным кабинетам, ходить в какие-то там властные структуры, просить. Маловато квартира. Больше нужно. Я не знаю, ну как быть. Она приходила, плакала, рыдала. Невозможно ничего сделать. Она не понимала, как. Потом муж Машин от нее ушел, оставив ее с двумя детьми. Маша была очень красивой девушкой молодой. Просто загляденье. Люся ее забрала к себе, причесала, умыла, успокоила, сказала, не волнуйся. Все будет хорошо. Да, проживем. Потом муж как-то опять вернулся, там, трусы забрать. Все тот же самый. И остался опять. И вот тут какой-то слом произошел. Перестали пускать к Люсе детей, Марика и Леночку. Марик прибегал тайком. Только папе с мамой не говорите. Мы не скажем. Приходил с удовольствием, смеялся, ужинал. Ну, потом вот такая трагедия произошла с ним. Он погиб. К сожалению, он погиб от передозировки. Потом умерла мама. Люсина вот то, что сказала. Светлана рассказала. Светлана, да. Люсина говорит. Ну, кто будет? Ну, мы с тобой будем. Ну, Маша-то придет. Саша обязательно. И Саша муж. И будет, наверное, отец мужа. Ну, ты закажи два венка. От нас и от них. Потому что они точно не принесут. Я заказал два венка. Естественно. Да. Мы действительно были в Петерон. Потом в любимой Арагве в тот момент он еще функционировал нормально. Работал в любимый ресторан. Вот мы там с Машей. А, и дочка Машина была, Леночка еще, да. Там посидели. На следующее утро мы приезжаем на Ваганьковское. Один венок стоит. Наш. Ничего не понимаем. А так вот если пройти там, знаете, это для, ну, как называется, выбрасывают. Контейнеры. Контейнеры, да. Вот там этот венок выброшен. Понимаете, да? Вот, вот. Ну, вот. Я. Ну, мы тоже. Ну, а Люся это сразу поняла. Ну, понятно. А вообще, чья была идея вот этого музея в квартире, Сергей Михайлович? Это вы придумали, да? Да, это случайно. Я не придумывал это. Вот Люся не стала. Прошло какое-то время. Я зашел в гардеробную. А там около 800 костюмов, нарядов, аксессуаров, прочее, прочее, прочее. Что мне с этим делать? Когда была жива Люся, она с этими костюмами не разговаривала. Она не сумасшедшая была. Она могла достать костюм из 70-х и сделать его даже не 20-го века, а уже 21-го. Она всегда шла вперед. Причем это не, как называем, не барыня коробочка, которая все... Нет. Это каждый, каждый он со своей индивидуальности. Очень много сделано руками, очень много доделано, додумано. Ну и, конечно, были такие яркие, хорошие бренды. Первый, кто появился в квартире, Саша Васильев. Да-да-да. Просто выцеганил у меня два наряда. Историк его, да-да. Да, выцеганил он. А пришел, знаете, вот как челноки ездили в Китай, вот такие огромные. Я говорю, Саша, мы с тобой договорились, я дам тебе два наряда. В общем, хорошие забрал, но ему не жалко, потому что я понимаю, что... Это все будет жить, конечно, конечно. На два этих челночных этих, я был не готов. А он туда уже обувь набросал полностью. Он очень смешной, но нормально. И тут стали звонить музей Москвы и галерея Дом на Щекино. Уговаривали, уговорили. Два этажа, очень много залов. И вот к дню рождения, 11-й год, 12 ноября, выставка была открыта, очень красивая. Потом, к сожалению, там не получилось дальше. Но музей Москвы, они говорят, только не отвозите домой все. Давайте мы заберем. Мы три месяца сделаем выставку. Они специально построили новый большой павильон под этом. Я увидел, какой интерес у публики. Мне казалось, что будет наоборот. Нет, интерес. Я вам скажу просто одно, что выставка, которая в музее Москвы планировалась три месяца, она продолжалась восемь месяцев. И я понял, что, слушай, наверное, это все-таки не пустая затея. То есть я понимал, что она не пустая. И Люся в свое время даже об этом говорила. Ой, еще и музей будет наверняка. Ну так, она подкалывалась, ироняя. И вдруг в квартиру пришли доценты, два профессора, два академика. Что-то смотрели, перебирали, цокали, ахали, ухали и так далее. И я подумал, во-первых, еще две собаки у меня, маленьких этих, карлик, они же все со мной. Тут жить больше нельзя. Это был 14-й год, 7 лет назад. Я снял очень скромное жилье за городом, в деревне, забрал туда своих двух этих карликов. Собак? Да. И все. А в это время там работали, изучали опись, описывали предметы, ну как, профессиональные, понимаете? Ну я понимаю, конечно. Да, и я подумал, слушай, а что же, когда я там не живу, там идет работа, выставки пользовались огромным успехом, сюда приходят люди. Мы открыли музей, и вот так потихонечку через сарафанное радио, через соцсети вдруг просто повалило. И вот сейчас это полноценная такая уже история. Какие-то костюмы дарю прекрасным артисткам. Например, Юлия Пересильд, да, Нони Гришаева, которая сейчас играет в спектакле. В спектакле, да, Люся, признание в любви. Который на минуточку вошел в репертуар театра. Самое сложное – проживать этот спектакль от начала и до конца. Спектакль Люся, признание в любви. Каждый раз нужно заново завоевать зал. Кто-то приходит, что? Гришаева, Гурченко, ну-ка, ну-ка. И вот это вот нужно каждый раз победить. Вот Сереже спасибо. Я безумно ему благодарна. Во-первых, за то, что мы имели возможность репетировать в музее. Это место, музей, оно все дышит Люсей. И вот репетировать там, это, конечно, огромное ему спасибо за это. И еще я ему бесконечно благодарна за его предложение. Потому что каждое его предложение, оно было настолько в точку. Даже если я поначалу не соглашалась, я потом понимала, Господи, насколько же, насколько же он прав. Я просто вижу, как он и после ее ухода продолжает нести память о ней. Это прям, это большая редкость. Я стесняюсь. Вот скажите мне, пожалуйста, Сергей, вот с вашей точки зрения, Людмила Гурченко была счастливым человеком или несчастливым? Не в моменты какие-то отдельные. А вот знаете, бывает счастливая жизнь у человека, а бывает несчастливая. Вот у нее, с вашей точки зрения, какая жизнь была? Я считаю, что жизнь ее с определенного момента была очень одинокой и очень несчастливой. Она по определению не могла быть счастливой. И не нужно думать, что вот те последние 18 лет, которые мы жили вместе, что это я какое-то счастье внес в свое жизнь. Нет, я понимаю. Это нет, это совсем не так. Это была очень большая обоюдная привязанность, нежность. Но так много было ударов, так много было потерь, так много было несбывшихся мечт, увы. Ну вот смотрите, несмотря на то, что вполне возможно, она и была несчастливым человеком, но зато она делала счастливыми зрителей, которые ждали фильмов, ждали спектакль, песен ждали, знали наизусть, да? И вот вполне возможно, что этот человек был несчастливым. Но он собой осчастливил огромное количество людей. Аплодисменты, Людмила Марковна. Нам, зрителям, невероятно повезло, что в нашей жизни была и остается такая актриса, как Людмила Гурченко. И это счастье, что на ее нелегком жизненном пути встретился Сергей Сенин, который до сих пор сохраняет память о нашей любимой Люсе.